здравствуй товарищ сегодня я с калашниковым вспомнил боевую молодость как у нас пели вспомнить товарищ дома за столом капчигай далекий сопки под крылом шелест перкаля небо синеву как идут ребята в люк по одному круто вот стоило взять в руки калашник и сразу боевая молодость вспомнилась so today kamagaden товарищ today i want to show you something with my old good kalashnik afghan and this is the blue beret the symbol of the paratroopers which i was serving 30 30 30 something years ago it was a very good experience so what i was what i'm i want to talk heute today about is that is the fireplace so today i'm talking about the strength of the trigger trigger yes i'm stupid you know the paratroopers are very strong and sometimes it's difficult to remember the right word so this is the normal normal kalashnik of gun let's measure it i have such a good device i switch it to grams ok ready three seven one more time three eight and one more time three seven okay i was too quick 275 if i push it lightly i think i don't need kalashnik of anymore okay yeah сегодня у нас холодно ветер жуткий поэтому на улице снимать никак не получается вот я без очков идеальный день для того чтобы сидеть дома у камина греться и рассказывать некоторые вещи которые я хочу вам рассказать значит сегодня речь пойдет об усилии на спусковом крючке и некоторые люди жалуются мол тугой спуск и прочее прочее и это просто потому что они не знают что он регулируемый что я сейчас и покажу но для понимания того что такое тугой спуск я вот взял некоторые другие винтовки например рэм ну это м16 проверяем то есть калашник был 3,8 4 килограмма в среднем да проверяем рэм 2,220 2,220 2,290 то есть среднем 2,3 килограмма это огнестрел а два двести девяносто то есть среднем два и три килограмма из которого я патроном РВС с пулей 12,3 грамма на 100 метров укладываю по краям в 17 миллиметров. Вот с таким вот спуском. Next. That's my favorite. Okay, 222 грамма. 2.51 2.50 2.5 кг для пистол, который уже кокт уже Я пытался сделать это вот так но я не могу я не могу так много 5 кг я думаю, это около 6-7 кг что-то так так но пистол я очень люблю посмотрите, как плотно очень плотно это очень комфортно и хорошо это перфект следующий леший взводим а предохранитель sorry ok 350 грамм снова 338 грамм 340 то есть это почти что в 10 раз меньше чем у Калашникова теперь берем матадор метадор это у из его деток ну и я не буду настроить это будет не разговаривать я надев остановились И этот ряк может легко регулировать его, и я вам покажу. Это будет отбор. И теперь будем проверять. Отбор-борagen это показывает 1,2 кг. OK, еще один. 1 кг, 0.1 кг 1 кг, 0.2 кг 1 кг, 0.1 кг 1 кг, 0.2 кг Pretty stiff, да, я согласен Но для тех, кто не читает manual Я говорю это в английском опять Для тех, кто не читает manual Я вам покажу, что вы должны делать Берите внимание на эти два губа В губе И первый губ Ботом Ботом Для регулирования Трегер Так что если вы хотите сделать Лучше Трегер 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 И Трегер Просто, например, я делаю Одну Одну Трегер И теперь проверим Помогите, это 1.1 кг Теперь Кг Лучше Кг Окей 200 грамм Нет проблем Давайте Давайте Дерdeath Одну 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 изменится. Другая половина ряда дает нам 360 грамм, как леши. Но я не знаю, если это достаточно безопасно. Попробуем. Попробуем. Так что это слишком светлое. Так что я должен поверить на столе немного. Хорошо. Попробуем. Вновь в плове. Так тяжело. Хорошо, 500 грамм. Попробуем. Смотрите, сейчас. Сверху. Я поставлю сверху. Сверху сверху. Хорошо, это хорошо. Я спрашиваю, что минимум. Например, если вы нужны для бенч-сереза, и вы уверены, что вы не должны брать его в лесу, и вы не боитесь от ошибки. Хорошо, давайте посмотрим, как легче он может быть. Ага! Это ограничение. Сверху. 270 грамм. Я спрашиваю, если я могу сделать меньше. Только немного. Нет. Это было легче. 280 грамм. Хорошо. Итак, это даже легче, чем лесу. Но я читал, что много людей считают лесу как очень легче. 300 грамм. Да. Итак, как вы видите, это может быть легко регулировано. Не волнуйтесь, читайте. и так далее. И как сегодня у меня у меня лечебный язык. Так что я все слова и артики. Так что вы можете идти на ган-вест пейдж. есть небольшой артикл о регулировании трегера на матадорс и леле 2. Леле 2. И вы можете читать. для русских я сейчас на форуме тоже напишу, как регулировать спуск. Ну, то есть, в принципе, понятно, да? Вот этим болтиком вы регулируете усилие спуска. А вот вторым отверстием, вот, например, я настроил его, но я такой мягкий не хочу, я чуть пожестче его поставлю. А вот вторым, значит, я регулирую тот момент, когда у меня спусковой крючок должен остановиться после выстрела. вот смотрите, я жму-жму-жму, выстрел, и он еще немножко проваливается. И это плохо. И чтобы этого не происходило, я беру второй болт и вкручиваю его, чтобы у меня спуск останавливался сразу после срыва. Еще раз. и еще чуть-чуть. То есть, у меня сейчас вот прям на грани, на грани. Я чуть-чуть отверну и, в принципе, могу считать, что данный спуск меня устраивает вполне. 350 грамм. При этом он надежный. И спусковой крючок останавливается сразу после спуска. Нету вот этого продергивания после выстрела. то есть, точность повышается. И я надеюсь, что вопросы по очень плохому и тугому спуску на эдганах больше не будут возникать в медийном пространстве интернета русского и англоязычного. То есть, читайте внимательно инструкции и все у вас будет получаться. И если у вас есть вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Спасибо! И я постараюсь делать больше технических видео in both languages. manchmal in drei Sprache und ich werde deutsche Sprache benutzen. Все перемешалось в голове. Хорошо, сегодня воскресенье, у меня день отдыха, баня, камин, keine Alkohol, никакого алкоголя, просто чай, наслаждение семьей. Чего и вам желаю. Спасибо! До свидания!